Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем рассматривать профессии на бета-версии нового дополнения, The War Within. Сегодня у нас на очереди партнерное дело. Поднял до 55 поинтов, новому учитель ничего не обучает, крафты никакие навыки не поднимают. Думаю, в специализациях будет что-нибудь новенькое. Приступим к их изучению. Первая специализация — это нити преданности. Специализация, в которой мы делаем вещицы. Пояса, манжеты, наплечники — все-все-все абсолютно доспехи. Изучаем. В тот момент, когда мы изучаем самый первый талант в ластовом кружочке, мы получаем рецепт этого предмета. Когда мы изучаем 30-й навык в втором кружочке, то мы обучаемся вставке грибней, которые увеличивают этом левел. Шмотки изучены. Можно вставить искру, скрафтить как вариант. Можно глянуть различные украшения, но мы их уже рассматривали в видосике другом, с коженчеством. Все эти украшения абсолютно. Просто наведусь и глянете. Имеется нуль камень, имеется линза, имеется звездный свет, имеется маяк, распределитель энергии, имеется мешок с карманными гранатами и скрытый модуль хаоса. Также можно вставлять статы, также можно вставить гребень для повышения этом левела. И имеются завершающие реагенты. Нитка, еще одна нитка и мелочевка, которая разгоняет перепроизводство. Но зачем перепроизводство на шмотье? Вопрос хороший. Бета, думаю, это уберут в скором времени. Но нитки как-то слишком сильно разгоняют уровень рецепта. Очень много. Тут еще одна бумажка, еще один завершающий реагент, который дает немного мастерства. Как будто это введено специально для бета и на лайве это уже уберут. Рассмотрим вторую специализацию. От рассвета до заката. Что тут нас ждет? Ответпление, шитье из сумеречного полотна, шитье из рассветной ткани. А-а-а, рулон лазурного полотна, рулон хроноткани. Такое же распределение по видам тканей было уже в Драгонфлайте. И тут оно точно такое же. Окей, изучим эти талантики и посмотрим, что мы получим по рецептам. Сумочки и сумка с реагентами. Угу, идем дальше. Туфли, перчатки. Еще поясок? Или что это? А, это сами рулоны. Угу, идем дальше. Тут мы получили наручи. Окей, крафты мы, конечно, рассмотрим. Для начала изучим абсолютно все талантики. Ботинки, захваты и рулоны. Все так же. 20 поинтов дали нам наручи. Давай открываем, смотрим крафты. Имеется рассветная ткань и имеется сумеречная ткань. Из сумеречной ткани мы делаем такие вот запястья с интересным эффектом. Далее мы можем сделать кисти рук. Тоже с эффектиком. И можем сделать туфли, которые, кстати, являются сета-образующими. Мини-сетик. Дополнительные реагенты. Гребень ради повышения этом левела. Завершающие аналогично нитки. И типа плюс мастерство. Из рассветной ткани тоже делаются предметики, но уже с другими бонусами. Имеются ступни. Имеются перчатки. И имеются наручи. Сами рулоны. Вот он, рулон рассветной ткани. 30 рулонов максимум. КДшечки, зарядики откатываются потихоньку. И рулон сумеречной ткани. Идем дальше. Третья специализация под названием первосортная ткань. Изучаем ее. И что мы тут вообще, в принципе, увидим. Центральный талант дает нам повышение мастерства по факту абсолютно для всего. Левый талант дает нам мастерство при создании ниток. Нижний талант при крафте сумок дает нам мастерство. А правый талант дает нам мастерство при изготовлении катушек. Изучаем абсолютно все. Когда я прокликивал эти знания, то мне дали два рецепта. А именно отрезанная сумка и платок. Отрезанная сумка это одна из сумок, которую мы будем себе крафтить. Конкретно это идет для портного. То есть мы увеличиваем урожайность при распускании ткани на одну единицу. Таким образом мы повышаем количество получаемых реагентов. Это не может нас не радовать. И, конечно же, эти сумки будут нужны. Разные сумки для разных профессий, разные бонусы. Когда дойдем до новых рецептов, то абсолютно все рассмотрим. А платок, который был получен, это самое обычное сукно для ювелирного дела. Завершающая специализация четвертая. Эффективное плетение. Тут мы обучаемся различным талантам, которые позволят нам получать дополнительное количество ткани, получать дополнительное количество ниток. Конкретно центральный даст нам увеличенный процент на получение ткани с гуманоидов. Аналогичный талант мы уже видели в Dragonflight. Центральный талант повышает дроп ткани. Левый талант дает нам изобретательность, нижний талант дает находчивость, а правый талант дает нам перепроизводство. До изучения талантов четвертой специализации тут было почти все по нулям. Находчивость была 0, перепроизводство 4, изобретательность 0. А теперь находчивость 7%, перепроизводство 10% и изобретательность 8%. Общие проценты поднялись. Рассмотрим рецепты, которые не были изучены в момент раскидывания знаний. Пвпшные крафты, все так же рецептики покупаются за 7500 очков чести у вендора, ну или можно рецепты эти купить на аукционе, имеется альтернатива. Далее идут расшитые сумки, и для каждой специализации они дают свой определенный бонус. К примеру, для шкурадера получается кожевничество. Повышенное перепроизводство на 10 единиц в момент крафта. Мультикрафт, рейтинг 10, ок. Далее сумка идет для снятия шкур. Время в основной способности заточить нож сокращается на 3%. Что за способность мы рассмотрим в будущем. Далее, это для травничества. Снижение КД для перегрузки усиленной травы. Оно снижается дополнительно на 1% при сборе травы. То есть перегружать траву можно будет еще быстрее, если у травника имеется эта сумка, если она экипирована. Для инженера. Количество утиля, добываемого из большинства источников, увеличивается на 1 единицу. Вместо того, чтобы с 1 моба дробнуть 1 единицу утиля, мы получаем 2 их штучки. Прекрасно. Далее, сумка для горняка. Аналогично, как и для травника. Снижение перегрузки при сборе руды. Чтобы надеть эти сумки, нужен 80 уровень. Требования по уровню имеются. Это для начертания. Расшифровка карты новолуния с равенностью 5% даст еще одну карту. Интересная механика. Далее, для... Получается наложение чар. Расколотая сущность повышает находчивость и изобретательность перепроизводства еще на единицу. Подозреваю, что это какой-то аналогичный баф, как и в кузнечке. Когда мы юзали искорку и лутали на себя статы. Похоже, в наложении чар есть что-то аналогичное. Наложение чар я еще не рассматривал. Далее, сумка для ювелира. Максимальное количество дробленых самоцветов увеличивается на единицу. Это очень хорошо, потому что дробленые самоцветы реально нужны для, например, крафта синих самоцветов, которые мы вставляем в свои вещицы. Чем больше мы получаем ресурсов, тем лучше. Далее, сумка для кузнеца. Только почему-то она не привязана к профе. Странно. Да, тут искорка дает больше стат на десятку. Прекрасно. И это сумка для алхимика. Вероятность изучить новый рецепт при проведении эксперимента повышается на 1%. Так мало? Серьезно, но это же реально крохи. Нитки на статы никуда не делись. Также нужно будет чарить ноги. Нитка на инту, также ману. Нитка на инту, также стамину. Аксессуары для профессии. То, что мы крафтили раньше, мы будем снова крафтить. Для тех же самых профессий. Аксессуар для профессии травничества требуется кулинария. Чего? Окей. Ну то есть, точно такие же вещицы. Ноль изменений, только поменялись. Статы, иконки, реагенты и более ничего не поменялось. Реагенты, конечно, добавят еще. Крафт без рвения, это какая-то глупость. И завершающие реагенты имеются. Это украшение. И еще одно украшение. Как итог, могу сказать, что партнерное дело в целом неплохое. Сумки 100% будут пользоваться спросом. Ни один крафтер, уважающий себя, не будет ходить без сумки. Сумка – залог успеха, как и инструменты. Распутывание уникальных тканей тоже не может не радовать. Будем получать какие-то ресурсы дополнительные – круто. Будут какие-то споты, где можно будет формировать ткань, где можно будет получить дополнительную голдишку. Вдвойне круто. Партняжник все так же делает броню для магов, для чернокнижников. Все так же делает плащи, которые нужны многим. Партняжка чувствует себя неплохо. Также имеется особая ткань, которая имеет КД. И, быть может, вещицы, которые будут крафтиться из этой ткани, будут иметь спрос. На этом все. Партняжка – хорошая профа. Тут не поспоришь. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.